добрый день но мы продолжаем заниматься я напомню вот такой вот темой под названием задачи рима на распаде разрывы сегодня я планирую это все закончить про нее это что за задача это традиционная уже который раз уравнение и начальные условия виде разрывной функции с разрывом первого рода то есть какая-то одна константа при отрицательных иксах какая-то другая при положительных ну вот собственно такую задачу мы и решаем первое что мы сделали в прошлый раз это мы ее решили для уравнения хопфа просто в явном виде был написан ответ уравнение хопфа это наше уравнение с функцией потока у в квадрате пополам ну и я напомню что мы строим за решение то есть я здесь написал что мы наши решения все строятся исключительно виде кусочных гладких обобщенных важная буква энтропийных решений тоже все уже обсуждалось несколько раз что это означает определение как интегральные тоже и точнее интегральные не раньше я писать не буду то я буду написано то что мы используем это во первых классические решения в окрестке каждой точки гладкости это на линиях разрыва условия ранкина гюгоню и возникло вот это условие энтропийности или в допустимости разрыва которая у нас пока выглядит вот так а именно если функция потока выпукла вниз то скачок можно стол скачок разрешен только в сторону уменьшения и наоборот если выпукла вверх то наоборот в сторону увеличения но если мы двигаемся от минус бесконечности до плюс бесконечности а то минуса q плюс конечно возьмусь возник вопроса как формулируются условия допустимости разрыва если функция не выпуклая об этом поговорим но позже а что у нас с уравнением хопфа ну в общем то выглядел ответ бы были какие-то задачи ну в моем представлении ну давайте вот решить какую-то задачу вот какого-то такого плана но какие у нас там были начальные условия ну например была тета функция это единица при x больше 0 0 при x меньше 0 опять таки что там в одной точке я не пишу ну что как я решаю эту задачу я первое что смотрю ну и конечно же в паре с этой задачей я всегда пишу и вторую вот начальные условия ну когда я пишу вторую когда я эту задачу спрашиваю на контрольной на экзамене на зачете пишу функцию поменяв единичку и 0 местами 0 при x больше 0 единица при x меньше 0 и тогда это как это будет выглядеть это что-то типа наверное тета от минус x как у нас было формулировки домашнего задания и что ну первое что я смотрю как у нас тут связаны у плюсы и у минус в в этой ситуации у меня у минус меньше чем у плюс вот это у минус это у плюс в этой ситуации соответственно наоборот если я не то у минус меньше чем у плюс в этой ситуации у минус больше чем у плюс дальше что я делаю я смотрю какое из этих двух условий, они противоположны, естественно, выполнено с точки зрения допустимости разрыва. У нас функция потока выпуклая вниз, это вот эта ситуация у минус больше, чем у плюс. Вот этот вот разрыв разрешен. Соответственно, решение ищется в виде ударной волны, строится в виде ударной волны. Tx — это ударная волна, выбирается в соответствии с условием Ранкина-Гюгонию для уравнения Хопфа. Это полусома этих двух значений, то есть это x равно t пополам, и ниже — это единица, выше — это ноль. Вот выполнены начальные условия, вот такое решение. Выполнены условия допустимости разрыва, единица больше нуля. Прекрасное решение. Если мы его хотим записать, ну как ответ, то ответ выглядит так. Ноль при x больше, чем t пополам, единица при x меньше, чем t пополам. Ну а эта задача? Ну а эта задача, соответственно, в виде ударной волны строить нельзя. Как мы договорились, тогда к нам на помощь приходят автомодельные решения x на t, которые вот с этим нулем и с этой единицей, ноль где? Ноль вот здесь, при x отрицательном. Единица где? Вот здесь. Которые, кроме этих двух решений, возникает еще x на t, которые с этими двумя соединяются по непрерывности. То есть по прямой x равное нулю, то есть по этой оси, и по прямой x равное t. Здесь вот x деленное на t. Прекрасное решение даже лучше этого. Почему? Оно непрерывное. Вот здесь начальные условия были разрывные, но и мы получили решение в виде ударной волны, что, в общем-то, очень естественно. А вот в этом случае у нас начальные условия разрывные. Вот смотрите, здесь ноль, здесь единица, здесь скачок, а функция получается непрерывной. Получается непрерывной, то есть при x равном нулю предел этой штуки равен нулю, этой равен единице. Прекрасное непрерывное решение, но в некотором смысле оно лучше. И если, опять-таки, требуется написать ответ, то ответ выглядит так. Это ноль при x меньше нуля, вот здесь, это единица при x больше t, и от нуля до t, это что? Это вот это решение автомодельное, неравное константе. x деленное на t. Причем оно непрерывно. Тут, в принципе, если строить графики решения в различные моменты времени, вот здесь, то вот как посмотреть на вот это решение с точки зрения динамики во времени. Было начальные условия, какое оно было. Вот здесь вот была единичка, вот здесь вот был ноль. Ноль при x больше нуля, единица при x меньше. Что решение из себя представляет в разные моменты времени? То есть вот я посмотрю, что оно представляет вот в этот вот момент времени. А что она из себя представляет? Оказывается, что вот эта вот линия разрыва просто куда-то сдвинулась. Вместо вот такой, ну как бы черной ступенчатой функции получилась вот такая зеленая. И вот эта вот линия разрыва едет. Получается разрывное решение, да? До какой-то точки единичка, дальше ноль. С какой скоростью оно едет? Со скоростью равной 1 вторая. Вот это самая 1 вторая. Вот что из себя представляет это решение. А что из себя представляет решение здесь, тоже в какой-то момент времени? Начальные условия были разрывными. Снова примерно то же самое. Это функция, только сейчас здесь был ноль, здесь была единица. Снова вот такая вот разрывная функция. А что получается с решением? Решение оказывается вот такое. Если мы берем при x меньше нуля, она всегда ноль. Вот так вот. Вот это вот значение двигается куда-то направо. Вот единичка начинается с этого момента. Вот здесь вот ноль, здесь единичка. А что между ними? А между ними при фиксированном т мы говорим, это какая-то линейная функция, это что-то такое вот непрерывное. Ну вот так. То есть вот этот вот разрыв, он начинает вот так вот меняться во времени. Вот так, потом вот так, вот так. Ну то есть это уже получается слабый разрыв. Здесь нет ударной волны, это непрерывное решение. Ну другое дело, что его нельзя назвать классическим, оно в этих точках не дифференцируемо, но тем не менее оно и в этом смысле нехорошо говорить, что оно удовлетворяет этому условию Ранкина-Гюгонию, но это непрерывная функция в окрестстве к каждой точке, оно классическое. Ну и на линиях разрыва непрерывное разрывное. Вот что из себя представляет эта задача. Ну а мы сейчас двинемся дальше. Да, в принципе, в домашнем задании была содержательная задача, а то нельзя ли что-то придумать более хитрое. Ответ – нельзя. А почему? Для этого надо просто посмотреть. Мы тут выяснили, что автомодельное решение для уравнения Хопфа – это константы x на t. И встает вопрос, а вот как их можно соединять? Ну, например, мы все знаем. Как можно соединить две константы, c1 и c2, и когда? Ответ известен. И по какой линии? По линии для уравнения Хопфа. Вот у нас линия разрыва, много раз говорили. Среднее арифметическое между этими двумя, но я писал у плюс, у минус пополам. А когда это можно? Когда c1 больше, чем c2. Условие допустимости разрыва. Это как константа соединяется с х на t. Хорошо. Теперь вопрос. А как какая-то константа, как ее можно соединить? То есть как соединяются две константы? А как константа соединяется с функцией х на t? Ну, то, что мы тут понастроили, я соединял по непрерывности. Я говорю, что это хорошо. А может, можно как-то с разрывом? Но разрыв-то у нас тоже должен идти по какой-то прямой. Х равно кт. Хорошо. Ну, давайте попробуем написать. Что тогда? Тогда что у нас здесь такое у минус? У минус — это предел этой константа. При подходе к этой линии он равен c. Что такое у нас у плюс? Это предел вот этой функции при подходе к х, равной на kt. Это k. Условия Ранкина-Гюгоню. Это... Что у нас тут для уравнения хопва? Это ddx по dt. То есть k. Вот это должно быть равно среднему арифметическому между у плюс и у минус. k плюс c пополам. Это условия Ранкина-Гюгоня. Так вот отсюда написано, что k равно среднему арифметическому между k и c. Ну, несложно решить это уравнение. Задача примерно для четвертого класса. Это возможно только в ситуации, когда k равно c. То есть оказывается, что если мы просто в соответствии с условием Ранкина-Гюгоня пытаемся соединить константу и x на t, то мы это можем сделать только по непрерывности. Вот мы получили. k равно c. То есть это оказывается, что линия слабого разрыва. Здесь нету настоящей ударной волны. Это слабый разрыв. Разрыв производных функций. Вот этот вот сильный. Это сама функция. Сильный разрыв. Это можно только по определенной линии. Вот это то, что мы знаем. Ну, а теперь вот встает вопрос. Ну, мало ли, что я там могу напридумать. А вот просто, например, могу ли я взять и соединить три константы. Знаете, вот здесь я порассуждал, как я могу соединить две функции из этих взятых. Ну, например, две константы или константу и x на t. Но если я c и x на t поменяю местами, я получу, естественно, ровно то же самое. Я вообще не говорил ни слова о несимметричном условии, о допустимости разрыва. Только работал Ранкин и Гойн. Например, три константы. c1, c2, c3. Что при этом должно быть? c1 должно быть больше, чем c2. c2 должно быть больше, чем c3. Вот эта вот линия разрыва, это должна быть c1 плюс c2 пополам t. Это c2 плюс c3 пополам t. И вот эта линия разрыва должна быть выше, чем эта. То есть вот этот вот коэффициент должен быть больше, чем вот этот. Что вообще говоря сомнительно. Здесь написано среднеарифметическое между c1 и c2. Здесь среднеарифметическое между c2 и c3. Но c3 самое большое, c1 самое маленькое. Ну простите, если это так, то c1 плюс c2 пополам больше, чем эта. Линии расположены не так. Вот эти условия вот этим противоречат. Все. Три константы соединить нельзя. Давайте еще попробуем. А если я хочу соединить, что там, ну например, x на t, x на t и константу. То есть вот это не получается. Вот это и вот это противоречат друг другу. Такая картинка невозможна. Здесь что? Мы говорили, а как константа x на t соединяется? Только по непрерывности. А это тоже по непрерывности. Так это одна и та же прямая. Невозможна такая картинка. Значит, что там? Три константы подряд невозможно. Возможно ли, ну я не знаю, две константы. c1, c2, а потом x на t. Ну давайте посмотрим, что у нас тут. Это прямая x равно c2 на t. Это прямая c1 плюс c2 пополам на t. При этом c1 должно быть больше, чем c2, условие допустимости разрыва. Но если c1 больше, чем c2, то вот это вот, c1 плюс c2 пополам, больше, чем просто c2. Но опять это противоречие, они не так расположены. Ну и, соответственно, x деленное на t, здесь какая-то константа, здесь какая-то константа, но, видимо, по тем же причинам тоже невозможно. То есть тут особо вариантов нет. А какой еще есть у вас вариант? А вариант, пожалуй, еще единственный остался. То есть мы можем соединять две константы, это разрешено. И еще вот вариант типа x на t, здесь c1, здесь c2. Вот такой вариант возможен. Тут по непрерывности. В ситуации, когда какое у нас соотношение между c1 и c2, когда у нас вот это ниже, чем это. Уже у нас на обеих линиях непрерывность, и, соответственно, это ниже, чем это, c1 меньше, чем c2. Вот, возможно, эта картинка. Ну так, простите, как раз вот эту картинку и вот эту. Это ровно те картинки, которые мы использовали при построении автомодельного решения, для решения задачи Риммана о распаде разрыва для уравнения Хопфа. А ничего другого невозможно. Вот я же не могу к этой картинке, ну чего тут вот взять, к ней подрисовать еще константу. Почему невозможно? Да потому что константы, константы, x на t. Мы этот вариант отвергли. Хорошо, а x на t здесь написать? x на t, константы, x на t мы тоже его отвергли. Ну, собственно, а к этому дописать еще константу. Ну, в общем-то, вот таким тупым перебором я как раз и разобрал одну из домашних задач, что действительно ничего другого построить нельзя. Правда, есть тонкий момент. Вот слова «автомодельное решение» у нас прозвучали когда? Когда мы сказали, что мы исходим из того, что у нашей задачи есть единственное решение. Ну вот, и тогда и возникло слово «автомодельное», потом мы стали искать среди «автомодельное». Поэтому в некотором смысле задача выглядит странно. Мы в какой-то момент использовали единственность. А потом я задал задачу. А вот все-таки для того, чтобы получить слово «автомодельное». А потом я попросил дома доказать, что среди автомодельных решений, кусочных гладких, вот те, что мы построили, единственно возможные. Ну, такая небольшая тавтология, что ли, получилась. Ну, неважно. Тем не менее, задача сами по себе интересна. Это то, что было. Второй пункт нашей задачи Риммана – это выпуклое, в случае выпуклой функции f. В случае выпуклой функции f. На самом деле дословно все решается как у с уравнением хопфа, только надо понять, в какую сторону функция f выпукла. Ну, если она выпукла вниз, то ровно как с уравнением хопфа. Если вверх, то, наверное, наоборот. Давайте я просто буду разбираться с конкретными примерами. А, какой-то веке начну с домашнего задания, чтобы в конце уже… Ну, его все понятно. Домашнее задание – это упражнение, часть из которых я сделаю. 6, 2, тире, по-моему, 6, 5. И по большому счету на этом 6, 5. На этом заканчивается наша желтая книжка, и мы заканчиваем с этой темой, и со следующего раза будем говорить и до самого конца весь курс только об уравнении второго порядка. Ну, вот это домашнее задание. А теперь я просто буду… Вот задача 6, 2, как касается выпуклых функций. Ну, например, это будет задача 6, 2, 2. У по т плюс у в квадрате на у по х равно нулю. И, как всегда, здесь две задачи. Одна. У при т равном нулю – это 0 при х меньше нуля, 2 при х больше нуля. И вторая задача наоборот. У при т равном нулю – это… Ну, 0 и 2 поменять местами. 2 при х меньше нуля, 0 при х больше нуля. Ну, эту палочку можно нарисовать поменьше. Хорошо. Вот. Чего? Я сказал, и строить ровно как для уравнения хопфа. Но давайте разбираться. Но, во-первых, надо понять, кто у нас здесь функция потока. А, это если уравнение переписать в таком виде, то есть проинтегрировать у в квадрате, это у в кубе на 3. Как у нее с выпуклостью? Плохо. Она не выпуклая ни в одну сторону, ни в другую. Вот она функция потока. Кубическая парабола. А что я ее отнес к этому пункту? А на самом деле нам важна выпуклость этой функции только на отрезке от у минус до у плюс. У нас отрезок здесь, две точки, 0 и 2. Хорошо. На этом куске от у минус до у плюс, я, правда, не знаю, кто из них у минус, кто у плюс. В одном случае что-то одно, в другом что-то другое. Но сейчас я потихонечку разберусь, будем смотреть. Но на этом кусочке у нас функция выпукла вниз. Условие допустимости разрыва. Какое? Ровно то, которое в уравнении хопфа. Работаем вот с этим условием. Для себя пометим, у минус меньше, чем у плюс. Нет, не это. Ровно наоборот. Да давайте здесь, пожалуй, не буду. Значит, напишем здесь, что допустимые, условия допустимости разрыва. Раз у нас функция вот на этом кусочке выпукла вниз, условия допустимого разрыва, у минус, благо оно на доске, больше, чем у плюс. Хорошо. Теперь давайте разбираться. О чем мы там помним? В одном из этих двух случаях решение должно построиться в виде ударной волны. Только в каком из них? Кто из них у минус, кто у плюс? Ну вот в этой ситуации у минус 0, у плюс 2. Нет, это не удовлетворяет. Допустимый разрыв будет вот здесь. У минус 2, у плюс 0. О, хорошо. Что я тогда делаю? Строю решение в виде ударной волны. Каким образом? Пишу ответ сразу. Ну то есть пишу, рисую картинку. Ось T, ось X. Рисую вот эти начальные условия. Здесь у нас был 0, здесь у нас был 2. Начальные условия. Двойка при... Не так. Двойка при X меньше 0, 0 при X больше 0. Вот так. Как я их соединяю? По какой-то линии разрыва? По какой? В соответствии с условием Ранкина-Гюгоню. И тут как хотим. Можно сделать это геометрически. Взять, соединить. Надо построить на графике функции потока. Взять две точки. Одна — это начало координат. Ноль, 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 вторая — это 2, восемь третьих. Это значение функции потока в точке 2. В точке 0 — значение функции потока, естественно, ноль. И что сделать? Провести вот эту хорду, соединив точку U минус, F от U минус, U плюс, F от U плюс. И что? Вот это под таким углом должна идти линия разрыва в координатах X на T. Попытался построить что-то параллельное. Можно даже написать, если я здесь нигде не ошибся, то, по-видимому, эта линия разрыва — это 4 третьих. На отрезке длиной 2 мы выросли на 8 третьих. Я одно поделю на другое. Тангенс угла наклона 4 третьих. И говорю, вот здесь двойка, здесь ноль. Отлично. Ну и напишу ответ. U равно двойка при X ниже этой линии разрыва, ноль при высшей линии разрыва. Вот, пожалуйста. Разрыв разрешенный, потому что 2 больше нуля, и на отрезке от нуля до 2 функция выпукла вниз. Хорошо. Но все-таки давайте я проверю условия Ранкина-Гегония не из этого графика, а из того. Значит, кто у нас здесь? Вот это вот был U минус, вот это U плюс. Это я себя проверяю. Вдруг все неверно и придется стирать. Значит, DX по DT в слове Ранкина-Гегония F от U плюс. U плюс это ноль. Ну, то есть, ноль в кубе на 3. Пишу подробно. Минус F от U минус. 2 в кубе деленное на 3. Делить на U плюс. Это ноль. Минус U минус. Минус 2. Ну, конечно, все какое-то отрицательное получается, но тем не менее, 8 третьих делить пополам, от 4 третьих, ура, все правильно. Ну, собственно, лучше бы было бы U плюс и U минус попринять местами. Ну, опять же, много рассказано, что да, условия Ранкина-Гегония к этому относятся нормально. Смени U плюс и U минусы местами. Плохо относятся третьи условия допустимости разрыва. Но здесь все было хорошо. Отлично. Эта задача решена. Теперь здесь. Здесь нельзя решение строить в виде ударной волны, то есть просто поменяв здесь двойку и нолью, местами что меняет? Меняет вот эта буковка E. Энтропийность. Условия возрастания энтропии не будет выполнена. А что делать? А что мы делали в Хопфе? На помощь приходило решение Х на Т. А какое будет здесь? Ищем автомодельные решения. Делаем все то же самое. Начинаем искать решение нашего уравнения. Вот уже вот этого. В виде функции V от Х, деленное на Т. Автомодельные решения нас интересуют. Производная U по Т. V штрих, пожалуй, не буду писать аргумент. Умножить на минус Х, деленное на Т в квадрате. Все очень похоже. Плюс У в квадрате, это V в квадрате. Умножить на У по Х. Это V штрих. Значит так. Значит я пишу аккуратно. У в квадрате, V в квадрате. Теперь производная этой штуки. V штрих. И умножить на производную Х, деленное на Т по Х. То есть на единицы, деленное на Т, равно нулю. Что происходит? Снова домножаем на Т и V штрих выносим за скобку. V штрих, что остается в скобках? Остается V в квадрате минус Х, деленное на Т. Равно нулю. Отсюда что? Ну либо V штрих равно нулю, V равно константе. А то мы это не знаем. А вот оно то другое решение. V в квадрате минус Х, деленное на Т. Ну это мы тоже способны это уравнение решить. V в квадрате равно Х, деленное на Т. Чему же равно V? V равно неоднозначность. Плюс-минус корень из Х, деленного на Т. Еще и Х, деленное на Т, должны быть положительными. Ну Т это положительное, значит Х положительное. Ну это мы сейчас все увидим. Так вопрос, плюс или минус? А надо вспомнить, что мы где работаем? Мы говорили, что мы сейчас используем кусочек от нуля до двух. Нам принципиально важно, чтобы наша функция была монотонна, чтобы наша функция была выпуклой вниз. На отрезке 0,2 наша функция выпукла вниз. Хорошо. Так на отрезке 0,2, когда функция В, В, У принимают значения положительные, понятно, что здесь нужен плюс корень. То есть нам наше решение, которого не хватает, вот то, которое искали, это корень из Х, деленное на Т. Хорошо. И мне осталось только написать ответ. Значит вот этот ответ я нарисовал, написал и связал вот эту вот картинку, график функции потока и вот эту картинку оси Т и Х. Вот важный момент, что линия разрыва параллельна вот этой хорде. Сейчас увидим, как это работает и в случае второго решения, но сначала уберу лишнее с доски. Давайте начнем рисовать. Ось есть Т, ось Х. И есть вот эта вот функция. Корень из Х, деленного на Т, который по аналогии с предыдущим примером, с уравнением Хопфа, мы хотим по непрерывности соединить с нулем, который здесь, и двойкой, которая здесь. Интересно, по какой же линии по непрерывности соединяются корень из Х на Т и 0, где корень из Х, деленное на Т, равен нулю? Естественно, по прямой Х, равную нулю. Линия слабого разрыва. Непрерывность. Хорошо, а где это равно 2? Ну, это кажется, Х равно 4Т. Это я в уме смог решить. Корень из Х, деленное на Т, равно 2, Х, деленное на Т, равно 4, Х, равен 4Т. А это прямая Х равно нулю. Соответственно, здесь двойка, здесь 0. Вот получили такое решение. Значит, ну, во-первых, ответ я пишу. Ответ как выглядит. 0 при отрицательных Х, двойка при Х больше, чем 4Т, и, наконец, вот то автомодельное решение, которое мы нашли, корень из Х, деленное на Т, где-то между этими двумя лучами. То есть при Х больше, чем 0, меньше, чем 4 на Т. Бегло смотрим на этот кусочек, убеждаемся, что функция непрерывна. Ну, действительно непрерывна. 0 и 2, безусловные решения классические. Корень из Х на Т тоже оказалась здесь классическим решением для уже вот этого уравнения, совсем с другой функцией потока. Ну, и, собственно, все хорошо, ни о каких тут условиях допустимости, то есть третьем пункте говорить не надо, потому что никаких сильных разрывов нет. Функция является непрерывной. Ну, также, как вот мы, опять же, интересно, как она выглядит в тот или иной момент времени. Ну, по-видимому, так. Здесь вот 0, потом идет какой-то корень из Х, деленное на Т, что-то в таком духе, но потом вот так двойка. Ну, и вот эта вещь, она так во времени плывет. Ну, тут вот коэффициент увеличивается, ну, получается дальше вот как-то так, вот так. Ну, а плывет с какой скоростью? Вот со скоростью 4, ДХ по ДТ 4. Ну, вот, собственно, все, как мы видим, строится ровно так же. Тут, конечно, встает вопрос, а вот все-таки вот поиск вот этого вот решения, которое у нас здесь удалось, вот оно всегда будет так удачно, а вдруг там больше решений у этого уравнения не сможем решить, а давайте мы это сделаем в общем виде. Ну, во-первых, задачу я решил. Вот они, ответы. Если у кого есть желание, можно попробовать точно так же доказать, как я для уравнения Х, что такие ответы единственные. А вот важный момент, это опять-таки можно, оказывается, вот эту картинку ответа и вот эту друг с другом связать. То есть, каким образом связать? А вот смотрите, если в случае ударной волны у нас линия ударной волны шла параллельно хорде, соединяющей эти точки на этом графике, на графике функции потока, то здесь вот эти две линии, на самом деле, они идут параллельно касательным вот в этих точках. Давайте посмотрим, каковы углы наклона касательных. Вот здесь вот, ну понятно, касательная в нуле кубической параболе, у в кубе на 3, она горизонтальна. Ну вот она, линия разрыва, вот эта горизонтальна. Хорошо, а чему равна вот здесь вот у нас производная, производная этой функции, это у в квадрате, ну как у нас было в уравнении изначально написано, у в квадрате в точке 2, это 4, опа, это вот эта четверка. То есть вот касательная в этой точке, она параллельна вот этому лучу. Да и вообще, если так внимательно присмотреться, то вот эта вот функция корень из x, деленная на t, ведь принимает какие-то значения от нуля до двух, вот я тут рисовал, принимает каждое свое значение от нуля до двух на каких-то лучах, выходящих из начала карнат, ну как любое автомодельное решение, как в зависимости от x на t. Так а чему соответствует направление этого луча, какое же здесь значение? Оказывается, вот то самое значение, которое, если я рассмотрю этот график, посмотрю касательную вот на этом отрезке от нуля до двух, параллельную этому лучу, то вот это как раз будет та самая вот точка. Вот это значение, там, не знаю, там напишем, у с чертой. Вот оно будет здесь. То есть, опять-таки, что что-то такое параллельно. Ну, это все так интересно изучать, но у нас задача была, мы должны были решить задачу, мы ее решили, я лучше это все сотру. Вот, пожалуй, мне интересно поиск вот этого решения. Давайте мы его напишем в общем виде. То есть, когда мы начинаем с автомодельных решений, откуда они берутся. То есть, вот действительно, автомодельные решения. Автомодельные решения. Значит, ну, я, пожалуй, напишу это уравнение вот в таком вот виде. Так, пожалуй, проще сейчас. И в очередной раз сделаем то, что делаем всегда, для поиска автомодельных решений. Подставим их, деленное на t. В очередной раз будет v' умножить на минус x, деленное на t в квадрате, плюс f' от v умножить на v' умножить на 1 на t. Ну, честно, подставил. Эту функцию одного переменного в это уравнение равно нулю. Как обычно, домножаем это уравнение на t. Я напоминаю, мы все решаем при t больше нуля, поэтому вообще все это не страшно. v' выносится за скобку. А что остается в скобках? А в скобках остается f' от v минус x, деленное на t. Равно нулю. Ну вот, собственно, можно сказать, в общем случае, как всегда, это нам выдает константы, что совсем неудивительно. А вот откуда ищется это решение. Из уравнений f' от v равно x на t. Ну или, как тут, ну, нас-то интересует функция v, как она зависит, но дайте я напишу так. Это функция обратная к производной. А почему у этой функции, у f' существует обратная? А потому что мы рассматриваем случай выпуклой функции. Соответственно, если у нас f выпукло в ту или иную сторону, то это означает, что f' монотонно и уравнение f' нам надо обратить вот это уравнение, f' от x равно x. Нет, сейчас, нехорошее. f' от x равно v. Нет, тихо. Давайте аккуратно напишем. Я решил написать с буковкой x. Давайте я лучше повторю вот это. f' от v равно x, деленное на t. Ну, тут, в общем-то, x на t. Я обычно обозначаю переменной, то есть буквой x. Но неважно. Нам надо разрешить это уравнение относительно буковки v. При условии, что f' это монотонная функция, такое уравнение имеет единственное решение. Ну, вот, собственно, когда мы работали с немонотонной функцией, у в кубе на 3. Давайте вот примеры посмотрим. Значит, какие у нас были два примера? Был Хобф. Тогда у нас функция f была у в квадрате пополам, f' был равен f' от u. f' от u это u. И уравнение f' от v равно x на t это было уравнение v равно x на t. О, ну, а то мы не помним. Да, действительно, в Хобфе было это. В той задаче, которую мы только что делали, когда у нас f, это была кубическая парабола, совсем не выпуклая функция, u в кубе на 3. f' от u это был u в квадрате. И что это было за уравнение? Уравнение у нас получилось f' от v, то есть v в квадрате, равно x, деленное на t. Ну, естественно, вот мы и получали эти плюс-минус корень квадратный из x, деленное на t. И говорили, что нам нужен знак именно плюс. Почему? Потому что в нашей задаче весь разговор шел только об отрезке 0,2, который принимает значение функции u, потому что начальные условия, вот эти функции, значения u минус и u плюс, они были нулем и двойкой. Вот, все-все-все-все-все-все сошлось. Хорошо. Ну, давайте какую-нибудь еще решим задачу из этого же пункта. Из этого же пункта, ну, например, с другой монотонностью, то есть с другой выпуклостью, с выпуклостью в другую сторону. Ну, надо посмотреть, что у нас там за задачи. Значит, все та же самая задача 6,2. Что бы такое страшное... Страшное... О, очень страшная задача. 6,2,5. Функция логарифм u. Вот такое уравнение. u по t плюс логарифм u на u по x. Прошу прощения. Плохо списал. x, конечно, стоит вот так. Равно нулю. И начальные условия... Ну, два начальных условия. Либо e1, e при x меньше нуля, 1 при x больше нуля. Ну, заметим, тут стоит функция логарифм. Соответственно, хорошо бы, чтобы u было положительным. И, соответственно, поменять местами эти e и единичку. Ну, это вторая задача. Опять я ее начинаю совсем не с того, что одну задачу, другую. А с чего надо начинать? Ну, понять выпуклость. f от u это, как написано в этой задаче, логарифм u. Логарифм u функция выпуклая вверх. И вот у нас условие допустимости разрыва в нашей ситуации будет u минус меньше, чем u плюс. Запомним. Оно другое. Это условие допустимости разрыва. Ну, и так, чтобы уже не считать все, сразу же все посчитать, дайте посчитаем то автомодельное решение. Откуда оно у нас бралось? Оно у нас бралось из уравнения, пока я это помню. Ну, можно, конечно, подставить в очередной раз, f' от u равно x, деленное на t. Вот отсюда берется это решение. Ну, можно писать здесь буковку v, можно писать буковку u. Не знаю, я обычно писал v, ну ладно, в этот раз что-то написал u. Значит, кто такой f' от u? f' от u это единица на u. То есть это решение t, деленное на x. Вот то автомодельное... Это я сделал два... Уравнение получается единица на u это x, деленное на t, а само u это t, деленное на x. Вот это автомодельное решение, непостоянное автомодельное решение. У Хопфа это было x, деленное на t. У этого уравнения почему-то t на x. Кстати, это уравнение, наверное, можно переписать по-другому, может даже в более симпатичном виде. Ну так, напишу здесь u по t плюс u по x, деленное на u равно нулю. Ну, просто посчитав производную, логарифмическую производную функцию u. Производную сложной функции. Вот, ну в принципе, да, можно убедиться, что функция t на x, наверное, решением это уравнение. Ну так, на всякий случай себя проверю. Производная по t это будет единица на x, производная по x это минус t, деленное на x в квадрате, и надо еще поделить на u, то есть умножить на x, деленное на t. Ну надо же, правда 0. Это я проверю. Можно делать лишние проверки, чтобы убедиться, что все идет правильно. Хорошо. Что теперь? Теперь пора писать ответы. Только надо понять, какое решение, с какого начнем. Ну, я люблю начинать с ударной волны. Значит, кто такой u минус, меньше, чем u плюс? Это какая задача? Ну, давайте сейчас уберем и будем здесь рисовать ответы. значит, ответы. Есть t, x. Ну, и в общем-то, мне интересно иметь где-то сбоку график еще логарифма. Ну, так он мне пригодится. Вот он, график логарифма. u, f. Я отмечаю вот эти точки. Я не знаю пока пока у меня две задачи, кто из них единица, u плюс или u минус, и кто e. Но, тем не менее, есть эти две точки. Хорошо. Значит, теперь я думаю о той задаче, с которой я хочу начинать. Я хочу начинать с той задачи, которая допустимый разрыв. Значит, u плюс это e. Вот если e это u плюс, допустимый разрыв, да, вот это u плюс, тогда это u минус. Тогда решение строится в виде ударной волны. Это, во-первых, решение какой задачи? Той задачи, когда у нас здесь вот e, нет, не здесь e, u плюс это, соответственно, положительные x, и здесь e, здесь 1. Хорошо. Это начальные условия. Сейчас я посмотрю. Это не те, которые написаны. Это те, которые получаются после этой стрелочки. Но давайте для определенности мне на доске это сделать просто. Я решаю вот такую задачу. Сначала здесь единица, здесь e. Поскольку у нас e, который u плюс, больше, чем единица, которая u минус, решение строится в виде ударной волны. Ударная волна это что-то параллельное вот этому хорде на этом графике. А что это, какой наклон этой хорды на отрезке длиной e минус 1 мы вырастаем на единицу. Значит, это прямая. x равно на отрезке на единицу мы вырастаем на отрезке длиной e минус 1. Это вот такая прямая. Здесь у нас единица, здесь у нас e. Вот такая вот ударная волна. решение выглядит, ответ задачи выглядит e при x больше, чем единица, деленная на e минус 1 t. Ну, дайте, t можно и в числитель поставить. И единица при x меньше, чем t, деленная на e минус 1. e минус 1 в знаменателе естественно вылезло из условий Ранкина-Гюгоню. Опять, если нам не нравится этот график, не нравятся эти соображения, ну, давайте само условие посмотрим, что там написано. f от у плюс минус f от у минус логарифм e минус логарифм единицы делить на e минус 1. Ну, да. Логарифм е единица, логарифм единица 0, единица делить на е минус 1 я не набрал. Все. Эта задача решена. Опять-таки, линия разрыва параллельно хорде. А что делать с другой задачей? Пока не забыл, здесь e, здесь 1. У нас у плюс это единица, она меньше, чем у минус и условие допустимого разрыва не выполнено. Нет этого услуга. Значит, как тогда строится решение? Сотру все, кроме этого графика. Ну, дайте так. Так, и вот это сотру. Другая задача, другой ответ. Поменяю вот эти единицы и е местами. Мы решаем другую задачу. Здесь е, здесь 1. А пока только оси координат. Функция потока логарифм ровно та же. Только теперь единица это у плюс е это у минус. И вот этот вот разрыв, что у нас е больше, чем единица, он неразрешенный, потому что выпуклость не в ту сторону. Ну, все хорошо. А что тогда приходит нам на помощь? А как мы обсуждали с предыдущей задачей, нам приходят два направления. хорда уже ни при чем, а при чем кто? Причем касательные в этих конечных точках. Вот здесь касательные в точке 1 графику, точнее в точке 1.0 и в точке е1 касательные. Вот так. И что же это за прямые? Хорошо. Ну, дайте попробуем их здесь написать. Мы вообще-то в предыдущих задачах что делали? Мы сначала писали общий вид решения, а потом говорили про непрерывность на каких-то прямых. А здесь я зайду с другой стороны. Убедимся, что то же самое. Я попробую нарисовать эти прямые. Значит, производная логарифма в единице равна единице. Соответственно, вот эта прямая это x равно t параллельно этой. Производная логарифма в точке е, производная логарифма мы хорошо помним, это единица на у. Соответственно, в точке 1 это единица, в точке е это единица на е. Это не очень быстрый подъем. Это прямая x равно t деленное на е. Это два луча параллельно и касательно здесь в этих точках. и что теперь по нашей общей идеологии здесь должна быть единица здесь должно быть е здесь должно быть то решение которое мы искали некоторое время назад t на x другое решение этого нелинейного уравнения t на x хорошо но прежде чем писать ответ давайте проверим что то что здесь нарисовано оно непрерывно но действительно чему t деленное на x равно на прямой x равно t единице отлично а на прямой t деленное на е оно равно единица на е нехорошо нет я неаккуратно подставил еще раз попробую x равно t деленное на е вместо x подставляем t деленное на е получаем t деленное на t деленное на е нет все хорошо непрерывно то есть и здесь и здесь непрерывно у нас снова здесь возникают слабые разрывы то здесь вот не непрерывно дать я даже так нарисую что вот предел этой функции при подходе сюда он равен единице при подходе сюда он равен е как оно и положено то есть это линии слабого разрыва они параллельны вот 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 этим касательно что в общем то понятно слабый разрыв об этом говорилось на лекциях распространяется вдоль характеристика характеристики это что в для этого уравнения это x точкой равно f штрих от у то есть это угол наклона касательной тангенс угла наклона касательной в той или иной точке как раз той который мы рассматривать дан случае единицы е ну вот собственно это все идет по характеристикам и рисовать характеристики ну конечно вы в этой области они все друг друга параллельны и параллельны этой прямой здесь тоже друг другу правильный этой прямой но опять же это все не важно важно было что решить эту задачу осталось только написать ответ так пустого как есть эта картинка ответ пишем так это е при x меньше чем ты деленное на е это единица при x больше чем ты и наконец между ты деленное на е и т это функция к деленное на x найденное автомодельное решение вот из этого уравнения штрих от у равно их деленное на ну пожалуй про случай выпуклых функций я все сказал ну можно даже в общем случае написать ответы как и в этой книжке они наверное написаны ну по моему их каждый раз интереснее выводить самостоятельно то есть случае выпуклой в одну сторону функции есть как какой-то ответ там виде ударной волны и есть какой-то ответ в случае если это волна разрежения я пожалуй не буду писать общие формулы я предпочитаю решать задачу вот как я показывал от начала до конца хотя безусловно есть общие формы их осталось написать две для выпуклых в одну сторону для выпуклых другую ну то есть как две формы 4 два случая выпуклости функции и начальные условия кто там больше у плюс меньше или у минус и здесь будут присутствовать какие-то вещи типа там f штрих от у плюс или там f от у плюс минус f от у минус деленное на у плюс минус у минус вот то что в ранке на гигоне что там еще может быть а еще вот здесь все это у минус или у плюс вот это вот функция ну ее тоже можно писать как f штрих в минус 1 от x деленное на т ну зачем все это писать когда можно для каждой задачи это все сделать отдельно ну собственно еще несколько пунктов этой задачи 6 2 остались на дом и к ним я возвращаться не буду потому что ничего более содержательного чем я рассказал в них уже не встречается это просто работа с техникой теперь же мы разберемся с третьим случаем случай не выпуклой функции то есть не выпуклая функция функция потока f не выпуклая хорошо но если она не выпуклая то надо как-то по-другому формулировать вот это условие допустимости разрыва мы до сих пор вот работали с этим я как-то там его пытался объяснить из соображений характеристик что там из из соображений картинок когда у нас характеристики подходят к к к этой линии разрыва и что вот такая картинка разрешена когда у нас столкновение частица наоборот когда вы частицы вылетают то не разрешено оказывается что для не выпукла и это мы принципиально использовали что у нас функция что у нас f выпуклая функция в ту или иную сторону а вот вопрос как у нас формулируется условие допустимости разрыва случае не выпуклой функции в общем случае ну это я сотру и попробую сформулировать ну во первых откуда это берется откуда берется я говорил из соображений записи у этого уравнения написание вязкости и потом поиска что можно получить в пределе я это место опущу то есть как это получается это естественно задача лекции так делать что касается семинарских занятий я это просто сформулирую осунули формулируется это вот оказывается в каком виде это формулируется условия допустимости разрыва формулируется с точки зрения расположения ну дайте вот так вот я нарисую какую-то не выпуклую функцию с точки зрения расположения графика функции f от у графика функции потока и хорды соединяющие какие-то две точки на графике то есть то ли хорда лежит выше графика то ли ниже только надо попытаться разобраться что как вот такая вот картинка ведь у нас будет всегда когда у нас функция f выпуклая вниз как уравнение хопфа значит вот такое вот расположение графика функции и хорды возможно в ситуации когда у нас так же как для уравнения хопфа у минус больше чем у плюс скачок в меньшую сторону то есть вот это вот . эта точка у минус и по ту минус виноват эта точка левая у плюс и по ту плюс а вот это наоборот у минус и по ту минус то есть если мы тут координату где-то нарисую то вот эта точка у минус она должна быть больше чем у плюс то то есть как у нас было для уравнения хопфа для выпуклой вниз функции у нас было что если функция выпукла вниз ну то есть вот такая вот ситуация то у минус должен быть больше чем у плюс теперь это условие переформулируется более общем виде о расположении самого графика на этом отрезке и хорды соединяющей точки если у нас функция выпуклая вниз как у нас располагаются график и хорда хорда всегда выше графика вот вот такая картинка то есть ситуация у минус больше чем у плюс давайте вот ее ее сформулируем эта ситуация когда у нас хорда но строго говоря я говорю слово выше правильнее сказать хорда не ниже графика хорда не ниже графика ну значит чаще всего выше ну все таки вот вот подход вот это вот касание в принципе разрешено не ниже графика что за хорда хорда соединяющие точки с абсциссами у минус и у плюс и фото плюс на графике нашей функции у минус если хорда лежит выше графика как здесь то вот такое расположение должно быть если у минус вот такой разрыв называется разрешенным и наоборот если у нас хорда лежит ниже графика точнее не выше не знаю как тут вот что то вот пожалуйста график опять же хитрой функции не знаю совсем не выпуклая но меня интересует только этот отрезок меня интересует вот эта ситуация так вот здесь наоборот вот это должно быть точкой у минус а это должно быть точкой у плюс то есть вот здесь вот такое условие ну соответственно обратное условие допустимости разрыва у минус меньше чем у плюс ну и что касается но не что хорда не выше не вылезает не выше графика боба более подробно сейчас я более аккуратно это произнесу как она наверно написано в книжке эта ситуация разрыв случае когда у минус больше чем у плюс разреш является разрешенным если хорда соединяющие точки у плюсы фото плюс и у минус и фото минус лежит не ниже графика функции фото на отрезке от у плюс до у минус здесь все то же самое только в конце надо заменить отрезок у плюс на у минус на отрезка то минус до у плюс хорда лежит не выше графика нашей функции f от у на отрезке от у минус до у плюс тогда разрешен вот это то есть чтобы это прекрасно согласовывалось вот как раз с теми условиями когда у нас выпуклость вниз и тогда люблю какую бы хорду мы тут не построили она всегда будет лежать выше а здесь какую бы мы хорду вне построили она всегда будет лежать ниже и тогда это совпадает с этим вот опять же это мы сейчас принимаем как аксиому с чем мы хотим мы хотим решить какую-то задачу а какую невыпуклая функция f самая простая невыпуклая функция конечно кубическая парабола и фату равно у в кубе на 3 почему в кубе на 3 то пусть просто будет у в кубе это смотря как я буду писать уравнение а мы только что вот просто решали задачу в кубе на 3 но там у нас были значения но 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 и 2 а сейчас но сейчас я возьму одно положительное другое отрицательное то есть я хочу принципиально использовать невыпуклость нашей функции она конечно является выпуклой в одну сторону на отрицательной полуоси в другую сторону на положительной но я хочу если мы решаем задачу с начальными условиями 0 и 2 или 2 и 4 то это все делается как с выпуклой вниз если с отрицательными новые обоими значениями у плюс и у минус то ровно как для выпуклый вверх функции это все мы уже только что потренировались и есть домашнем задании а сейчас а сейчас а что делать если она по-настоящему не выпуклая значит что я пытаюсь решить за задачу сейчас сам формулирую задачу у по т плюс о в кубе по x равно нулю и у при т равном нулю ну давайте что-нибудь напишем единица при x больше нуля минус единица при x меньше нуля хорошо значит у меня есть какая-то . минус один но по-видимому она мне понадобится но и у в кубе на в ней тоже равна минус один вот эта точка и и . один один они обе лежат на этом графике функция фатура нововку вот у нас какое-то наше одно начальное условие дайте посмотрим я тут случайным образом написал плюс и минус единица и здесь уже не интересно рисовать обе задачи ну то есть когда меняется знак потому что это в случае выпуклой функции у нас в одном случае была ударная волна в другом волна разрешения где принципиально разные задачи здесь я вернусь к смене знака мы обсудим что что там меняется кажется меняется не очень сильно но это потом нам надо разобраться вот с этой не выпуклой задачей значит ну давайте коли я что-то написал дать разберемся кто здесь у нас у минус кто у плюс один и минус один сравнивая одно с другим при x больше нуля это у плюс то есть это единица это у минус минус единица соответственно это минус единичка это у минус ну ладно хорошо и теперь самый сложный момент это вспомнить что здесь нужно строить где идея построения решения такой задачи состоит в том что для графика нашей функции на этом отрезке от у плюс до у минус или от у минус до у плюс как у нас здесь одну то есть данном случае от минус единицы до единицы надо построить то ли выпуклую вверх оболочку выпуклую вверх оболочку графика либо выпуклую вниз и всегда я забываю какую где построить ну вернемся к этой задаче через некоторое время и вспомним какую хотя можно открыть книжку там написано но каждый раз я хочу просто понять что это такое что такое выпуклая вверх или вниз оболочка графика какой-то функции на каком-то отрезке ну давайте нарисую что-то такое сильно не выпуклая и на каком отрезке вот от этого точки то вот это вот пожалуйста отрезок на котором наша функция сильно не выпута сюда то обратно но типичная ситуация синусоида вот что-то в таком духе хорошо но давайте попробуем кто такая выпуклая например вверх оболочка нашей функции выпуклая вверх это что-то вот такой а давайте мы рассмотрим все возможные выпуклые вверх функции которые которые лежат не ниже графика нашей функции ну или можно сказать выше графика этой функции на отрезке ну то есть вот пожалуйста вот я взял одну какую-то выпуклую вверх функцию которая больше на этом играть дайте возьму какую-то другую например такую еще какую какую-нибудь вот такую ну не знаю вот я строю вот эти выпуклые вверх функции которые на нашем отрезке здесь вот видите она может быть где-то меньше но вот на этом отрезке да вообще вот вот эти кусочки меня интересует график нашей функции только на этом отрезке все сотру вот это вот этот кусочек и вот этот я сотру вот у меня есть отрезок там вот какие-то конечные точки вот они и строя все возможные графики которые выше нашей но выпуклые вниз а потом беру у них у всех инфинум вот это и называется выпуклая вверх оболочка нашей функции ну вообще легко сообразить то есть можно так вот прижиматься ближе ближе по-видимому выпуклая здесь оболочка будет что-то вот в таком духе она будет состоять из кусков графика нашей функции которые выпуклые вверх а такие есть вот например выпуклый вверх оболок кусочек и вот выпуклый и каких-то отрезков вот я думаю что нужно построить какую-то общую касательную вот здесь я не знаю на горизонтально не горизонтальная наверное если эти точки на разных высотах то все-таки не горизонтально и взять вот инфинум этих штук ниже этого я не могу пройти вот она выпуклая вверх оболочка нашей функции вот она такая это выпуклая вверх выпуклая вниз ну все то же самое рассматриваем нашу функцию на отрезке мы берем все возможные выпуклые вниз функции которые ниже нашей лежат на этом отрезке она может и через концы так проходит ну вот так вот могут здесь вот почти прижаться и что же это такое будет и и естественно чтобы построить выпуклую вниз оболочку мы должны взять как бы здесь мы брали самую маленькую из всех выпуклых вверх здесь естественно самую большую из всех выпуклых вниз то есть должны быть взять супремум всех вот этих и кто же получится в этой ситуации и в этой ситуации но по-видимому вот тут вот как-то по-видимому из этой точки надо построить касательную вот к этому бугорочку или наоборот к этой яме отсюда тоже касательную вот получится два таких отрезочка за которые нам не уйти выпуклыми вниз функциями и небольшой кусочек вот здесь вот графика нашей функции который здесь выпуклые вниз то есть вот если мы берем выпуклую вверх или вниз оболочку графика нашей функции то она состоит либо из вот каких-то вот таких отрезочков которые мы тут понастроили либо из кусочков графика нашей функции который выпуклые в ту или иную сторону вот это определение как будет строиться решение она будет строиться вот так что вот каждый вот такой вот каждому вот такому отрезку будут соответствовать ударные волны это точки на графике и вот ранки на гигоню накану наклон хорды соединяющие две точки на графике а вот этим кусочком будут как бы что-то похожее на волны разрежения соответствовать так давайте это реализовать только надо понять а какую же нам выпуклую оболочку вверх или вниз нужно строить все зависит от того кто больше у плюс или у минус я опять же не буду вспоминать я буду говорить значит у меня есть у минус я всегда иду в одном и том же направлении как бы двигаясь вот в этом направлении по росту оси иксов и двигаясь по росту оси иксов то есть идти и до от этого у минус который минус единица до у плюс который единица я должен так чтобы у меня наклоны менялись вот так из какая же это должна быть оболочка по-видимому надо построить выпуклую вниз оболочку выпуклую вниз оболочку вот по-видимому в ситуации когда у плюс больше чем у минус надо строить это я попытался вспомнить какую сейчас я еще раз объясню почему такую но мы сейчас увидим строить выпуклую вниз оболочку хорошо пока как а как ее строить как строить выпуклую вниз оболочку значит выпуклую вниз ну по видео вот из этой точке ну выпуклую вниз мы там красным цветом строили ну давайте так из этой точке надо провести касательную к этому же графику что-то вот в таком духе а потом отсюда пойти вот папа такому кусочкой мы будем брать выпуклой вниз какие-то наши функции выпуклой вниз функции меньше графика нашей и брать максимум что можно ну вот что-то вот в таком духе вот она получается это выпуклая вниз оболочка теперь почему именно вниз да потому что вот я хочу когда я буду двигаться ту минусу плюс вот в этом направлении чтобы мои все наклоны росли монотонно вот все мои наклоны я буду двигаться отсюда туда начинают расти вот так вот и потом здесь вот касательно и дорастать вот таком ключевые точки как как мы все выясняли в случаях выпуклых функций это будут ну во первых угол наклона вот этой вот вот этой хорды она же совпадает с касательной в этой точке и угол наклона касательной в этой точке вот это будут какие-то ключевые значения ну вот собственно давайте это строить и важно понять мне очень важно понять вот эту точку то есть у меня есть график функции у в кубе у меня есть . минус один минус один на этом графике и я хочу из этой точки опустить касательную на этот график и найти вот эту точку не знаю как ее обозначить дайте мы и у нас обозначим у 0 где-то же она есть явно из этой точки опустить вот мы с этого и начнем на как напустить эту касать ну то есть а что мы тут знаем с во первых тангенс угла наклона этой хорды тангенс угла наклона этой хорды это ну дайте так напишем это f от у 0 минус f от минус единицы делить на у 0 минус минус единица разумно это тангенс угла наклона хорды соединяющей точки минус 1 f от минус 1 но даже пожалуй зря я тут пишу это f от минус 1 с учетом того что и фату это у нас у в кубе то все-таки f от минус 1 это минус 1 начать знаю кто такой у 0 а ну в принципе да дайте аккуратнее напишу я в общем и у 0 и фату 0 тоже он должен написать у 0 в кубе минус минус 1 то есть плюс 1 это то насколько мы вырастаем по вертикали то есть вот эта точка минус 1 минус 1 это . у 0 в кубе вторая координата соответственно по вертикали мы вырастаем на у 0 в кубе плюс один вот она в числителе от знаменателе вот эта длина это у 0 плюс 1 ну да это хорошо это я так долго писал тангенс угла наклона вот этого отрезка очень сочетающийся с условием ранкина гигонио а нам нужно что мы тут даже пусть а касательные в этой точке это касательные в этой точке касательные в этой точке тангенс угла наклона касательный равен f 3 хату 0 то есть вот по-другому если как бы учесть что это такая штука это это прямая с тангенсом угла наклона f 3 хату 0 f 3 хату 0 это 3 of у 0 в квадрате производная у в кубе 3 у в квадрате мы соответственно в этой точке вот так вот пожалуйста уравнение на у 0 хорошо ну да тут как его решать но то ли домножить на будет кубическое уравнение а то ли наоборот поделить если тут сумма кубов что же там будет там будет у 0 в квадрате неполный квадрат разности как меня учили в классе это в четвертом в пятом кажется что то вот в таком духе это если одно поделить на другое то есть это в кубе плюс b в кубе я разложил и сократил на плюс b равно 3 у 0 в квадрате а это уже стало квадратным уравнением это хорошо чё то я его не узнаю это уравнение это уравнение я не узнаю а это не те подобные слагаемые значит хорошо уравнение другое лучше перенесем все в ту сторону 2 у 0 я почему-то забыл вот про этот квадрат 2 у 0 в квадрате плюс у 0 минус единица равно нулю вот квадратное уравнение я помню что оно должно быть хорошим и корень и у него есть минус единица и второй корень 1 2 минус единица ну собственно до минус единицы явно подходит дальше по теореме виетта второй корень 1 2 минус единица это понятно это вот эта точка это нас не устраивает кстати если бы я все-таки это домножил и решал кубическое уравнение да у нулевое в кубе плюс 1 равно 3 у нулевое в кубе плюс 3 у нулевое в квадрате ну или тут перенося все в одну сторону 3 у нулевое в кубе нет 2 у нулевое в кубе плюс 3 у нулевое в квадрате минус 1 если не ошибаюсь вот такое то у этого уравнения было бы три корня два из которых минус один по моим воспоминаниям ну да минус единица минус единица это кратный корень эта ситуация когда у нас вот никакая не хорда просто касательно в этой точке нет это нам не интересно ну а третий корень был бы 1 2 ну собственно да мы тут поделили на у нулевое плюс 1 отсюда возник один корень минус единица другой у этого квадратного то есть он получился кратным этот 1 2 як все к чему вот это 1 2 мне нужно эта точка оказалась 1 2 и еще мне пожалуй интересно уже найдя это у нулевое 1 2 чему равен наклон этой хорды ну собственно одну вторую вот сюда я подставить могу искать что это три четвертых три четвертых при подстановке у нулевое равное 1 2 ну собственно что вот это будет три четвертых при 1 2 давайте для попробуем вот здесь вот проверить это что такое это будет 1 8 плюс 1 делить на одну вторую плюс 1 9 8 делить на 3 вторых ну правда действительно три четвертых опять я себя контролирую хотя конечно помню что это все правда теперь рисуем ответ все а нет не рисуем мы ответ мы не рисуем ответ нам еще нужно нам еще нужно автомодельные решения автомодельные решения это решение из уравнения f штрих от у равно x деленное на т в штрих это 3 у в квадрате равно x на т где нам нужно это автомодельное решение а там где мы будем использовать график нашей функции вот на этом кусочке мне нужно автомодельные решения вот это ударная волна а вот автомодельные решения берется и из этого кусочка из-за из этого кусочка и дайте тут тоже я отмечу как бы зеленым чтобы одно связать с другим и соответственно вот это квадратное уравнение у которого два корня я где должно разрешать я решение должен искать на отрезке от 1 2 до единицы то есть положительные это к вопросу там ну понятно мы тут должны написать изначально плюс минус корень квадратный из x деленные на 3t а потом сказать что поскольку это мне понадобится только на этом кусочке заметим если бы у меня поменялись у минусы у плюс местами по видимо бы я искал выпуклую здесь оболочку и потом бы обращал наше уравнение то обращал бы на этом кусочке и вместо решения с плюсом выбрал бы решение с минусом но сейчас на отрезке от 1 2 до единицы здесь нельзя говорить на отрезке от минус 1 1 на этом отрезке это уравнение не очень хорошо себя ведет то нам нужно либо положительные либо отрицательный здесь идет разговор о положительных мы стираем плюс минус составляя плюс вот это то что нам не хватает а теперь а теперь это все вспомогательно мне это не нужно это было только для того чтобы найти вот эту точку у 0 которая оказалась одной второй и теперь глядя вот на эту замечательную картинку я буду рисовать ответ в нашей задачи тx значит смотрим на условия условия были здесь минус 1 здесь единица там при x меньше нуля хорошо что еще какие линии вот 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 это вот красная линия с наклоном три четвертых все-таки наклон три четвертых я стер но это тангенс угла наклона вот этой хорды это прямая x равно три четвертых т хорошо и вот эту касательную тоже мне важно по построить вот эту касательную значит это касательная в точке единица производная функции 3 у в квадрате в точке 1 это 3 x равно 3 т еще раз одно это параллельно вот этому другое параллельно касательной в этой точке но вот это она же и хорда она же и касательной в этой точке хорошо остался расставить значения ну а какие расставлять значения но здесь естественно минус 1 во всей этой области то есть вот так вот я себе говорю вот вот это выпуклая вниз оболочка нашего графика это в некотором смысле какие будут решения вот что у нас сначала у нас сначала будет вот этот отрезок это значит ударная волна идущая под таким углом и идущие из значения точки минус один значение 1 2 то есть вот здесь вот при подходе к этой линии разрыва с этой стороны наверное предел должен быть равен 1 2 чтобы было выполнено условия ранки на гигоню но сейчас мы все аккуратно проверим это мы приходим значение 1 2 а дальше а вот здесь вот идет волна разрежения что такое непрерывное из попытки разрешить вот это уравнение благо на этом кусочке наша функция выпуклая соответственно это уравнение то есть f штрих монотонно то уравнение имеет единственное решение это решение вот такое корень из x деленное на 3t и наконец что вот здесь но это единица это напомним это в принципе вот та самая волна разрежения когда у нас было вот это значение и мы шли по графику когда разбирали выпуклые функции тот же самый у в кубе вот вот она что-то шло ну дайте папа полюбуемся на это решение ну то есть я сначала напишу ответ у равно минус единица при x меньше чем три четверти т это единица при x больше чем 3t и при т стремящемся к нулю мы должны получить ровно наше начальное условие минус 11 и вот это вот штука корень из x деленное на 3t вроде как между этими двумя лучами когда x больше чем три четвертых ты и меньше чем 3t эти тут все 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 нарисовано давайте посмотрим мне кажется вот эта линия должна быть линии непрерывности также как у нас было вот в случае выпукл функции ну действительно x равно 3t действительно подставляем сюда предел этой функции при подходе сюда равен единице а чему он равен при подходе сюда вместо x мы подставляем три четвертых т т сокращается тройки сокращается 1 4 действительно 1 2 хорошо а тогда вот имеет смысл то есть вот это вот слабый разрыв а вот это линия сильного разрыва ну то есть ударная волна и на ней ну то есть мы здесь непрерывно вот здесь можно проверять условия ранки на геугонию а как его проверять у видос у нас минус единица у плюс 1 2 что там у нас ранки на геугонию но вот это давайте проверим ранки на геугонию это три четверти dx по дт верно ли что это равно проверяю чему эфа ту плюс минус эфа ту минус а плюс это одна вторая в кубе минус минус единица в кубе кажется мы это уже делали делить на у плюс минус у минус на одну вторую минус минус единица эти вычисления мы явно сегодня уже проводили ну потому что я почему-то несколько раз рассказываю одно и то же чтобы вы мне поверили ну вот числа типа 9 8 деленное на 3 вторых и что это действительно равно три четверти это мы сегодня уже писали но собственно тогда когда мы искали эту точку 0 ну действительно предел с этой стороны 1 2 предел с этой стороны минус единица то есть это у минус это у плюс условия ранки на геугонию выполнена вот именно по вот этой вот линии все хорошо но тем не менее это ударная волна правда этот раз приходящие не в константу в какую-то не в это не в какое-то значение 1 2 как мы привыкли вот задачах в случае выпуклой функции а сразу при переходящие вот на на это решение и что-то с ним будет хорошо и и и и что дальше ранки на геугоне а допустимость разрыва допустимость разрыва ну давайте посмотрим допустимость разрыва это что у нас тут за разрыв у нас минус единица и 1 2 кто больше больше 1 2 то есть 1 2 больше чем минус единица то есть у минус меньше чем у плюс на этой линии разрыва перехожу к этой штуке у минус меньше чем у плюс это вот эта ситуация и это та ситуация когда хорда должна лежать ниже графика горда лежит ниже графика на этом кусочке разрыв вот этот разрыв разрешенный вот этот скачок от минус единицы до 1 2 отсюда сюда он разрешен хорда лежит ниже графика и как раз вот это соотношение что у минус вот это минус единичка она левее чем вот это значение у 0 которые мы тут искали ну вот собственно по построилась это решение вот она верно если мы здесь поменяем знак дайте вот так вот подумаем вот взяли другую задачу я стер это минус единичку здесь и поставил здесь ну конечно все должно быть наоборот но ведь она же наверное похоже это будет грамм вот все та же самая наша функция но теперь раз здесь выстроили выпуклую вниз оболочку там поменяв у минус и у плюс местами то есть у нас здесь уже единичка только это единичка это у теперь у минус а вот это вот минус единичка это теперь у плюс мы их поменяли местами наверное нам нужно будет построить выпуклую вверх оболочку наверное она не сильно отличается наверное опять таки вопрос построить касательную отсюда сюда он очень похож и это . минус 1 2 но и все в общем будет то то же самое я уже говорил что но на этот раз нам придется решать вот это вот уравнение уравнение f штрих от у равно x на t на при у отрицательном и соответственно в этом месте сменится знак а так то все будет очень похоже а геометрически вообще очень похоже одна задача и другая геометрически имею в виду вот всякие прямые там касательные вот линии разрыва ну чё вот это параллельно вот этому вот вот чего важно это . это касательная здесь но это очень все похоже с этим так в общем вывод то какой что будет за решение у этой задачи она будет не сильно отличаться от этого у нас начальные условия одной задачи и другой отличались сменой знака и здесь стоит нечетная функция на хорошо относится к смене знака так оказывается надо просто поменять знак но это уже будет решение другой задачи так я на всякий случай сотру вот это я сотру вот это все проверено я сотру вот этот предел 1 2 вот это минус единица и теперь я сделаю что-то я везде поменяю знаки а ну во-первых в начальных условиях здесь было минус 1 здесь было один наоборот хорошо и здесь тоже поменяю здесь будет 1 здесь минус 1 и здесь тоже поставлю минус и это будет правильное решение геометрически она выглядит вот так но опять а что с ним проверять ну так я смотрю себе на этот график я двигаюсь из точки лучше на этот из точки у минус в плюс и меняются наклоны монотона вот это вот сначала вот такой вот наклон это линия разрыва мы и идет скачок скачок от какого значения от значения 1 какому значения к значению минус 1 2 это предел вот этой функции когда x подходит к прямой x равное три четвертых т напомню здесь у нас возник минус хорошо потом идет вот это вот решение автомодельное из уравнения в трик деленное x на ты она вот это вот это наверное линии непрерывности x равно 3t подставляем ну действительно минус 1 ну все все в общем точно так же просто сменили знак ну в общем то решение понятно что я пожалуй не успел сделать это разобрать функцию какая у нас еще есть не популярная невыпуклая функция это синус вот такая вот функция кто тут не выпуклая но и в этой книжке разобран соответствующий пример который пожалуй неразумно тоже отнести к домашнему заданию раз я не я не хочу уже к этой теме возвращаться с ней в принципе все понятно называется это пример 62 пусть он тут будет сильно ли он отличается то есть это то что здесь написано это да даже не задача 0 3 пи вот у нас уравнение с функции потока синусу ну и здесь стоит вопрос какую нам строить оболочку сейчас я попробую сообразить вот в ситуации когда вот это вот у минус а тут когда вот это у плюс а вот это у минус сохранилась на доске у минус если у минус больше чем у плюс то по-видимому надо строить выпуклую вверх оболочку выпуклую вверх оболочку действительно я должен двигаться от у минус q плюс у меня здесь будет идти разговор о касаемо касательно здесь здесь будет идти разговор касательно здесь выпуклую вверх оболочку дает просто надо построить вот этот отрезок да я прошу прощения я уже просто сразу и пишу ответ я так вот говорю что на дым этот пример 62 но тем не менее да как какой пример все таки не тут уйдет какое-то время написать решение условия задачи условия задачи вот такое то давайте я вот это просто изменю здесь я напишу синусу мы решаем такую задачу начальные условия 0 это у плюс то есть вот сюда я поставлю 3пи я поставлю сюда как я сказал нам нужно строить выпуклую вверх оболочку отлично после этого просто рисовать ответ ну есть какие-то проблемы но сейчас я их до них дойду а какие значит что мы рисуем мы нарисуем то что у нас тут 0 при x больше 0 3пи вот здесь нам важны касательное здесь касательное здесь понятно что как касательные в нулях синусоиды они имеют единичный наклон то есть по-видимому есть прямая x равно т есть прямая x равно минус т так до этой прямой будет 0 до этой прямой будет 3пи хорошо а что дальше еще вот это есть прямая а но это линия разрыва а теперь давайте снова вот я иду как всегда вот в этом направлении папа от у минус от 3пи вот такой наклон потом у меня тут присутствует какая-то функция не знаю какая дохожу до точки вот этой то есть на пи пополам меньше чем 3пи наверно это 5пи пополам это линия сильного разрыва и она здесь нарисована и по видео мы с этой стороны у меня должен быть предел 5пи пополам и скачок будет в эту точку эту точку я знаю что тут выпуклую оболочку строить вот два куска выпуклой вот такой перекладину просто положить по этим горбам синусоиды опять таки если рисовать графики то это ф и у здесь должен быть предел пи пополам а здесь я должен написать какие-то решения какие а те которые идут из уравнения f штрих от у равно x на t f штрих от у а надо написать f штрих от у равно x на t производная синуса косинус у равно x на t и что здесь много решений а что у нас нас научит школа у нас плюс минус арк косинус x деленное на т это для тех кто не забыл что такое 13 задача из егэ плюс 2пи к это решение этого уравнения и тут встает вопрос а плюс или минус и кто такой как а это вопрос а где мы решаем а вот когда мы решаем на участке от 0 до пи пополам на участке где косинус монотонен синус выпуклый соответственно косинус монотонен ну и вообще от участке от 0 до пи кажется это в точности арк синус x на ты вот на этом кусочке это арк косинус где у нас этот кусочек это вот он мне кажется что среди этих решений надо выбрать арк косинус то есть арк косинус это то решение которое идет вот у этого уравнения на отрезке от 0 до пи на отрезке от пи до 2 пи память папа видимо это 2 пи минус арк синус а на отрезке от 2 пи до 3 пи это наверное 2 пи плюс арк косинус и этот знак вопросы я стираю и здесь пишу 2 пи плюс арк косинус то есть вот опять таки важно где именно мы решаем вот это уравнение вот здесь мы получаем решение арк косинус на на этом кусочке вот на этом кусочке совсем другой а мог бы я придумайте какую-то другую задачу и таковая по моему есть задача 65 ну и на всякий случай я себя проверяю ну например чему равен предел вот этой вот функции при подходе к этой прямой арк косинус единицы а он 0 отлично арк косинус нуля господи арк косинус нуля видимо это все-таки пи пополам и это я правильно написал хорошо а тогда вот у этой штуки при подходе сюда опять-таки арк косинус нуля но теперь плюс 2 пи вот она на 2 пи больше и соответственно вот у нас и есть вот этот вот скачок длиной как бы 2 пи на величину 2 пи мы скачем там от пи пополам 5 пи пополам и эта линия наверно тоже должна быть непрерывной линии непрерывности потому что арк косинус это я уже перестал соображать арк косинус минус единицы этапе косинус пи это минус 1 да действительно вот это непрерывно да опять таки это слабый разрыв то здесь у нас функция непрерывно здесь у нас функция непрерывно это сильный разрыв от пи пополам до 5 пи пополам что нужно проверить еще еще в принципе чтоб поставить точку сказать что вот на этом разрыве у нас 5 пи пополам больше чем пи пополам у минус больше чем у плюс хорошо что все написано на доске потому что уже плохо соображать у минус больше чем у плюс вот разрешенный разрыв график должен лежать выше график должен лежать ниже отрезок должен лежать выше и это правда вот она хорда вот он график вот мы построили все верно все-таки я разобрал и этот пример конечно этот пример еще интересный если с точки зрения поменять вот эти две штуки местами но тогда выпуклая вниз оболочка это по-видимому что-то вот в таком вот духе и к сожалению вот эти точки найти нельзя возникает трансцендентное уравнение но кому интересно собственно пусть это останется в этом домашнем задании там все это написано основное домашнее задание да все что мы не дел делали из этих задач доделать но и в следующий раз как и было обещано мы с этим заканчиваем и переходим к уравнению второго порядка и дальше будем с ними заниматься долго-долго-долго спасибо свидания уравнение